Депутаты раскритиковали министра промышленности Шарлопаева. Они заявили, что так называемые инвесторы просто берут льготные деньги у самого Казахстана. Казахстан готов принять участие в строительстве трансафганских железных дорог. Об этом заявил заместитель премьер-министра в Афганистане. Река Урал в Западно-Казахстанской области идет на спад. За последние сутки уровень воды на гидропосту в Уральске снизился на 2 сантиметра. Однако режим ЧС пока не снят. В Уральске жители дач требуют компенсацию за ущерб, причиненный паводками. Некоторые дома до сих пор остаются под водой. Люди оказались без крыши над головой. Депутаты раскритиковали министра промышленности Шарлопаева. На правчасти в Можилисе депутаты заявили, что так называемые инвесторы просто берут льготные деньги у самого Казахстана. Даже нефтяные гиганты закупают 99% оборудования за рубежом. В составе Союза беспрецедентно успешную модернизацию получил и Казахстан. К началу 90-х в республике действовало несколько тысяч предприятий. Сегодня большинство из этих промышленных гигантов КАЗ СССР исчезли. Республика лишилась практически всего высокотехнологического сектора. Власти пытаются восстановить утраченное. Но эксперты считают, что пока говорить об индустриальном росте Казахстана как новом драйвере экономики рано. Все, кому не лень, под низкие проценты получают займы и вкладывают деньги в национальную экономику. Это инвестор. Это не инвестор. Инвестор – это реально тот, который свои деньги вкладывает, а не деньги Банка развития и других финансовых институтов. Вы тут в своих отчетах указываете инвестору. Это не инвесторы. Это те люди, которые получили деньги в наших финансовых институтах, институтах развития. То мы сделаем, это мы сделаем. Действительно, на самом деле, ваш отчет благоухает перспективой. Так хочется жить в этой стране. Вот, читая этот отчет, хочется жить в этой стране. А почему люди так плохо живут у нас? Прошу лично поднять вопрос об ответственности вообще министра, который сегодня на правчасе позволяет неуважительную оценку вообще замечаниям депутатов. Если, господин министр, у вас вообще нервы не выдерживает, ну, не приходите в парламент. Нет, это лично я считаю так. Либо, 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 не приходите в парламент. Вы в парламент пришли отчитываться перед депутатами. А депутаты это народ. Поэтому отвечайте на вопросы. Если действительно депутат ставит неудобные вопросы, отвечайте на эти вопросы. По мнению независимых аналитиков, в различные программы вложили сотни миллиардов тенге. Но Казахстан по развитию индустрии отстал не только от развитых стран, но и от государств СНГ. Даже специальные экономические зоны не дали эффекта, но опустошили бюджет. 99 до 100% оборудования, инструментов, техники сегодня импортируются. Особенно ли это касается трех крупнейших наших операторов по трем крупнейшим нефигазовым проектам. Кашаган, Карчаганак, НСУСИ. В чем особенность там? Дело в том, что эти контракты защищены тайной. Вообще промышленная политика намного шире отдельных проектов. Где наши вес преференции? Мы сколько лет говорим, освобождайте от КПН реинвестиции. Когда прибыль, полученная средним предприятием, реинвестируется в новое оборудование, в новые технологии, в новые сооружения. Нет, такая льгота есть, но только для инвестиций объемом свыше 30 тысяч МРП, то есть больше 20 миллионов долларов. А президент говорит, развиваем средние предприятия. Переработка это средние предприятия прежде всего. По оценке наблюдателей, большинство вновь созданных производств являются отверточными, когда на месте осуществляется лишь конечная сборка продукции из готовых узлов и деталей. Глава государства поставил вопрос по увеличению ВВП. Давайте вдумаемся. Просто в два раза увеличить нефть мы не можем, добычу имеется в виду, металлов не можем, площади посевных мы же в два раза с вами не увеличим. Значит, это можно сделать только за счет что? Интенсивного развития перерабатывающих промышлений. Поэтому мы сегодня не просто один сектор посмотрели, а как вот многие выступающие сейчас при обсуждении говорили, что действительно это должно помочь стране буквально, не боюсь высоких слов, вырваться из этого круга, в котором мы уже много лет вертимся, так называемый уровень среднего дохода. Что мешает нашим предприятиям перейти к индустрии 4.0? По мнению независимых политологов, немногим удается финансировать программы техперевооружения за собственный счет. Большая часть компаний сильно зависит от госфинансирования. Второе препятствие – невысокий уровень квалификации персонала. Многие компании не могут самостоятельно обучать сотрудников, а качество обучения в техникумах и вузах бизнес считает плохим. Но министр отреагировал на критику депутата по-своему. Критика прозвучала только вот со стороны двух непосредственно депутатов. И в данном случае я считаю, что любая критика, которая идет в отношении государственного органа, она должна нормально восприниматься. Ну, я не знаю, что этот депутат базарбек кажется, да? Я, честно говоря, не знаю, но вот он какую работу с инвесторами хоть когда-нибудь проводил? И, если честно, какой у него есть реальный опыт работы с инвесторами? Сейчас то, что сейчас произошло, допустим, вот те имена, которые я назвал, мы достаточно много работы провели. Это прямые иностранные инвестиции. Как отмечают эксперты отрасли, очевидная слабость казахстанской промышленности в том, что в стране практически нет технологических компаний. Боуржан Шехмед Ахмедяр Ильязов, Столичное бюро, ТДК-42. Казахстан готов принять участие в строительстве трансафганских железных дорог. Об этом заявил заместитель премьер-министра в Афганистане. Серик Жумангарин возглавил казахстанскую делегацию. В ее состав вошли наши чиновники и предприниматели. Еще мы готовы увеличить экспорт муки и зерновой продукции, сказал вице-премьер. Не обошлось и без культурной составляющей. Все подробности в сюжете. Объем экспорта из нашей республики в Афганистан увеличился, и данные вполне приличные. В прошлом году по железной дороге перевезли более 2 миллионов тонн, из них 1,5 миллиона – это мука и зерно. Это на 14% больше, чем двумя годами ранее, и прогноз на ближайшие годы – плюс 40%. Для этого можно использовать возможности Беневского терминала. Также мы можем поставить наши автомобили в Афганистан. открыть там дилерские центры по обслуживанию. Нуждаются афганские народы в нашей сельхозпродукции. Показали также на форуме наши предприниматели лекарства, кондитерские изделия, а также продукции 12 маслозаводов, представители семей из которых уже торгуют. За шесть месяцев текущего сезона практически в три раза увеличили экспорт масложировой продукции, в частности растительных масел. Если за шесть месяцев прошлого сезона у нас было примерно 4,2 тысячи тонн, то в этом сезоне уже 12,5 тысяч тонн. Я думаю, в текущем сезоне мы по нашей предварительной оценке превысим экспорт масложировой продукции в Афганистан более 20 тысяч тонн. Помимо продуктов показали национальные изделия и посуду. Сегодняшний форум, он настолько комфортно прошел, я даже не заметила, что в этой стране что-то не так. Все здорово. Страна, видимо, встает на ноги, и мы кругом это видим. Посмотрите, какой роскошный зал, посмотрите, какую роскошную нам локацию дали. И сегодня неподдельный, вот реально неподдельный интерес проявили нашей продукции. В целом намерен увеличить двусторонний товарооборот до 3 миллиардов долларов. И Серик Жумангарин предложил увеличить ежегодное количество грантов для граждан Афганистана на обучение в наших вузах. Еще он пригласил афганских детей провести летние каникулы в лагерях нашей республики. Стало известно, на что потратят возвращенные Казахстану активы. Состоялось заседание комиссии по вопросам возврата государства незаконно приобретенных активов под председательством премьер-министра. Комиссии одобрены соглашения о добровольном возврате государства активов на общую сумму свыше 40 миллиардов тенге, из которых более 38 миллиардов составляют денежные средства, а также бизнес-центр в Астане стоимостью 2 миллиарда тенге. Возвращенные средства будут направлены на социальные цели, в том числе на устранение последствий паводков. Кроме того, на 7 миллиардов тенге будут построены два инфраструктурных объекта в городах Астана и Шимкент. Ранее изъятые у коррупционеров деньги направляли на строительство школ. В первую очередь проверяют активы стоимостью выше 100 миллионов долларов. По разным оценкам, от 162 до 200 человек владеют значительной частью богатства Казахстана. Сколько из них заработано честным путем, а сколько окольными путями – вот это и предстоит выяснить. Сколько же было денег вывезено? В парламенте официально была озвучена сумма 160 миллиардов долларов, а среди экономистов – до 800 миллиардов долларов. Но из этой огромной суммы вернули только крохи. Около триллиона тенге были возвращены из таких стран, как Лихтенштейн, Австрия, ОАЭ и Гонконг. Пока названы лишь имена членов семьи бывшего президента Нурсултана Назарбаева, чьи активы вернули государству. Это Кайрат Сетабалды, Кайрат Буранбаев. Сто новых домов начали строить в Североказахстанской области для пострадавших от паводков граждан. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Вице-премьер Канад Бузумбаев вместе с представителями крупных компаний посетил Североказахстанскую область и лично убедился в возведении новых домов, восстановлении разрушенных и какую помощь оказывают на местах пострадавшим. С начала паводков в Североказахстанской области было затоплено 3898 домов. Большой урон нанесло наводнение и дачному массиву. По данным Акимата, 40% жилья непригодны для проживания. Людей разместили в Ивакопункты, общежития. Кто-то ушел к родным, но где бы они ни жили, без помощи никого не оставят. Об этом говорил с населением Канад Бузумбаев. Канад Бузумбаев, заместитель премьер-министра. С собой он привез представителей трех крупных компаний, которые выделяют 60 миллиардов тенге на возведение жилья и покупку квартир. В одном из поселков начали возводить 100 новых домов, а сдать квадратные метры обещают к середине лета. Если у людей пострадало имущество в виде бытовых предметов, то есть предметы для принятия пищи, такие как плита, холодильник, какие-то кухонные принадлежности имеются в виду, стол, шкафы и так далее, также предметы для отдыха, типа диван, кровать и так далее, либо это предметы получения информации, это телевизор, радио, либо предмет гигиены, это как стиральная машина, все суммы будут возмещены, также принято соответствующее постановление. Здесь даже никаких переживаний не должно быть. За каждый потраченный тенге будет спрос, сказал вице-премьер, посещая объекты. Правоохранительные органы тоже мониторят обстановку на месте. Владельцам дачных домиков, для которых эти домики являются единственным жильем, также Акимат в соответствии с постановлением правительства должен будет предоставить постоянное жилье. Либо мы построим этот дом, мы выделим деньги из центра, либо спонсоры выделят, либо мы купим квартиры, либо мы купим дома. Поэтому не надо переживать, что те люди, которые жили на дачах, например, во временках, что они, если дача признается аварийной, что они останутся без жилья. В первую очередь поддержку помимо бизнеса оказывает государство. В этом регионе, например, 3 383 семьи уже получили единовременную выплату в размере 100 МРП. Ульнару Марова, Ганизатоспанов, Нурлан Шамгонов, ТДК-42. Река Урал в западно-казахстанской области идет на спад. За последние сутки уровень воды на гидропосту в Уральске снизился на 2 сантиметра. Об этом сообщили сотрудники ДЧС. По их словам, ситуация с наводнением в области стабилизируется, однако режим ЧС будет действовать до полного восстановления ситуации. Сейчас уровень воды на реке Урал в Уральске составляет 836 сантиметров. Хотя недавно эта цифра превышала опасный уровень 850 сантиметров. Всего за время паводка эвакуировано 14 тысяч человек. Из них почти 6 тысяч – дети. В 12 эвакуационных пунктах остаются 2,5 тысячи человек. 1038 из них – дети. 5 тысяч голов сельхоз животных отогнаны в безопасные места. Падеж скота из-за наводнения составил 2400 голов, в том числе 119 птиц. Несмотря на то, что ситуация в целом стабилизируется, режим ЧС в области всё ещё действует. Это будет ещё смотреться, как комиссия решит, как мы убедимся, что уже всё. Так и сразу объявлено будет. Пока действует, да. За этот период на телефоны горячей линии поступило 756 звонка. 13 из них обратились за экстренной психологической помощью. По информации представителя Казводхоза, по рекам Большой и Малой Зени поводок завершён. Всего по двум рекам получено 428 миллионов кубометров паводковой воды. Данный сток направляется на залив лиманов и естественных сенокосов, а также на наполнение водохранищ и озёр. На сбросном сооружении Чиганского водохранилища отметка воды по Балтийской системе составляет 30 метров. Общий подъём с начала паводка составил более 5,5 метров. На сегодняшний день на гидропостах, расположенных на реках Чиган и Деркул, паводковый сток ориентировочно составил 390 миллионов кубометров воды. Согласно правил эксплуатации, сбросное сооружение Чиганского водохранилища с осени 2023 года полностью открыто. Справочно, с 1 марта текущего года на территории Западоказахстанской области подтоплено почти 1400 частных жилых домов, 245 дворовых территорий, 15 тысяч дачных домов, 22 подвальных помещения. На участках автодорог зарегистрировано 66 переливов, из них 5 – республиканского, 33 – областного, 28 – местного значения и 74 – размывов автодорог. Дана Керимбаева, Айбула Джагапар, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. В уральские жители дачи требуют компенсацию за ущерб, причинённый паводками. По их словам, некоторые дома до сих пор остаются под водой, а люди оказались без крыши над головой. Однако они не могут получить ни единоразового возмещения, ни компенсацию за повреждённое имущество. В ответ на это представители власти утверждают, что всё, все заявления будут рассматриваться по порядку. Прошёл почти месяц с тех пор, как от паводков пострадали дома дачников в районе телецентра. Некоторые здания в этой окраине до сих пор стоят под водой. Жители садовых обществ «Речник», «Зенит», «Орбита», «Вишенка» обратились на наш телеканал с жалобами о том, что люди до сих пор не получили компенсации за ущерб. Также о том, что представители власти до сих пор не появлялись на месте происшествия. Никаких выплат наше общество пока ещё не получало. Не 369 тысяч, никаких этих. Потом, сейчас мы идём здесь, стоим в комиссию, обещали полдесятого приехать. Вроде бы какие-то акты. Что за акты мы будем подписывать, мы понятия не имеем. Всё так, с серафаной радио какой-то, никакой официальной информации нет. Узнаём так через сосед, через дачников, ещё через кого-то. Ничего нет. Согласили нас всех с 10 часа. Мы стоим все. Нас было очень много, люди разошлись. А нас никто не приехал. Звоним мы, звоним, звоним. Никто к нам не отвечает. Во-первых, трубки не берут. Никто нас на внимание не обращает. Все затопили. Нас затопило всех. Мы в горе, а нам никто не помогает. Пока жители были в замешательстве относительно своих дач, наконец-то явился представитель властей. Он отметил, что все заявления будут рассматриваться по порядку согласно списку. Мы обслуживаем согласно списку, но никто не отказывается. Сейчас мы вас всех примем. Хорошо? Только по очереди. Давайте подходите к нашим специалистам. Нет, у нас свой список. Нам собес свой список даёт. Поэтому мы не отказываемся. Мы всех обслуживаем. Мы знаем, что эти дачи, кроме волны, подверглись потоплению. Мы всё это знаем. Но мы с 10-го числа подождите. Всё, всё, не торопитесь. Хорошо не торопитесь. Просто чтобы правильно понять, вы же не одни же, и мы не одни. Собравшиеся жители отмечают, что всего заявления подали 93 человека. Они надеются, что их жалобы будут рассмотрены в ближайшее время. Однако, пока данный вопрос остаётся открытым. Амина Махсотова, Марлен Искалиев, Фарида Акатова, телеканал ТДК-42. В 70 часов в воздухе провели военные лётчики во время паводков в Октябрьской области. Четыре экипажа спасали людей и доставляли гуманитарный груз для пострадавших от потопа. По словам инструкторов, их задача – обучать курсантов Института сил воздушной обороны. Но из-за сильного наводнения их впервые привлекли к массовой эвакуации людей из затопленных сёл, куда не мог добраться другой транспорт. Лейла Уесва о героизме октябрьских пилотов. Ми-8 считается одной из надёжных машин в армейской авиации, говорят лётчики. Эти вертолёты многофункциональные, они могут летать в экстремальных условиях. Во время паводков именно на них эвакуировали тысячи жителей Уилтского района, а также затопленных посёлков в Иргийском районе. Лётчики говорят, что работали по 7-8 часов, чтобы полностью вывести людей из опасных территорий. Сейчас на полевом аэродроме готовятся к учебным полётам. Бейбарас Ибраев – заместитель командира авиационной эскадрильи. Военный лётчик рассказал о том, как они с командой спасали людей во время паводков и с какими трудностями им приходилось справляться. Завтра на Казахстанскую область сёла Харатове прилетели, когда очень страшная, ужасная картина была. Сверху всё затоплено, аулы вообще нету, вплоть до крыши некоторые дома затоплены. Приходилось таких условий, да, дожди, снегом, мокрый дождь, мокрый снег, облачность низкая, видимость вообще выхудшилась, ажиотаж такой создался. Иногда приходилось успокаивать, вертолёт выключать, с народом разговаривать, быстрее не поместить, максимум, энное количество людей только можно взять. В первую очередь старались детей, женщин, инвалидов, конечно, стариков забрать. Вместе с экипажем Бейбарыс Ибраев спасал людей и на территории соседних регионов. В общей сложности они провели 70 часов в воздухе. Бейбарыс мой наставник, обучал меня ещё курсантам. Мы летали на одном вертолёте, работы было много, ежедневно вывозили до 200-300 человек из затопленных районов. В другие дни доставляли гуманитарный груз. Нам самим было сложно психологически, но когда видели эмоции спасённых, сразу становилось легче, появлялись ещё силы, усталость исчезала. С 27 марта октябинские пилоты работали в усиленном режиме. Сначала вылетели в Западноказахстанскую область, затем их направили в Уилский район. А в середине апреля армейскую авиацию перебросили в Кустанайскую область. И недавно лётчики одежурили в Иргизском районе, где из-за разлива реки Торгай затопило населённые пункты Мамар, Нура и Бельщер. С крыши сарая экипаж Жанебека Бекбаулиева спас 30 человек. На холоде без еды они ждали помощи с воздуха двое суток. Людей поднимали на борт с помощью лебёдки. С такими вообще не сталкивался никогда. Вообще в таком режиме ЧАЭС, в таком крупном масштабе, мы первый раз работали. Да, были первые дни, как мы полетели в Уилл. Действительно было очень страшно на это смотреть. Вода прям по самой крыше домов стояла. Люди спасались тут на крыше, потому что там невозможно было больше никак перемещаться. Были очень порывистые, сильные ветра, минимальные площадки, куда мы заходили, мы прям, получается, с крыш забирали у людей. По словам командира, было очень сложно подлететь к затопленным домам. Сильный порывистый ветер, линии электропередачи и высокие деревья – всё это препятствовало спасательной операции. Экипаж среди большой воды вёл поиски людей и в отдалённых зимовках. Крестьянские хозяйства были залиты водой. Возможности посадки вертолёта не было. Подплыть на лодке спасатели тоже не могли, так как Чабанские точки находятся на очень больших расстояниях. Но благодаря профессионализму военных лётчиков, людей смогли вывести в безопасное место. Лайла Ойсова, Жумар Кудайбергенов, Телеканал ТДК-42, Октюбинская область. Уровень воды на реке Урал в Атаравской области продолжает расти и приближается к опасной отметке. Подробно о текущей ситуации на реках региона расскажет корреспондент телеканала Каспиен Ньюс Нурсаяль Брусова. 29 апреля уровень воды в реке Урал в районе посёлка Индерборский поднялся на 23 сантиметра и остановился на отметке 6 метров 68 сантиметров. Критический уровень здесь составляет 8 метров 45 сантиметров. В районе села Мохамбет уровень воды за сутки повысился на 11 сантиметров и сейчас составляет 7 метров 54 сантиметра. Опасный уровень 850 сантиметров. С начала весеннего паводка здесь он поднялся на 4 метра 37 сантиметров. Кроме того, на 8 сантиметров повысился уровень воды в реке Урал в городе Атрау. На данный момент он составляет 4 метра 42 сантиметра. Критическим уровнем для областного центра считается 5 метров 50 сантиметров. На Кидропосту Кигат-Шортанбай за сутки уровень воды стал выше на 7 сантиметров. Сейчас он остановился на 340 сантиметрах. Опасный уровень 5 метров. За сутки уровень воды в реке Жем понизился на 3 сантиметра. Сейчас составляет 153 сантиметра. 29 апреля уровень воды в Урале в районе села Январцево в Западноказахстанской области упал на 10 сантиметров. В районе города Уральска на 8, в Кушуме на 3 сантиметра. В Тайпаке наоборот уровень воды поднялся на 27 сантиметров. 29 апреля из Реклинского водохранилища осуществляется сброс воды 192 кубометра в секунду. В Мангастаусской области вновь нашли мертвых тюленей. На побережье Каспийского моря в Тубкараганском районе было обнаружено 79 туш животных. Специалисты отмечают, что при визуальном осмотре у погибших морских обитателей наблюдается сильная стадия разложения. Стоит отметить, что с 25 марта по 29 апреля общее количество найденных туш тюленей составило 182. Специалисты сферы ветеринарии и экологии взяли пробы воды и тканей для лабораторного анализа. Результаты этих исследований будут после проведения обработки всех проб. Учеными отбираются пробы, истологический анализ отбирается, внутренние органы. Для исследования, для цели установить причину гибели. Предварительные результаты ученые нам пока не дают. Обещают какие-то сроки установить. Об этом будет сообщено позже. В Уральске обнаружено тело женщины в ее же квартире. Трагедия произошла 25 апреля в 6 микрорайоне. Специалисты отмечают, что смерть была насильственной. В социальных сетях распространяется информация о том, что погибшая 1964 года рождения была учительницей начальных классов. По факту убийства возбуждено уголовное дело. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в тот же день по горячим следам установлен и задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый житель города Уральска. В настоящее время подозреваемые санкции суда задержатся под стражей. Расследование продолжается. В интересах следствия иная информация не разглашается. В Уральске в многоэтажном доме произошел пожар. 29 апреля в 8 часов утра в доме по адресу улицы Монкелы 85-2 в одной из квартир на седьмом этаже вспыхнул огонь. Спасатели эвакуировали 53 человека, из которых 18 дети. При прибытии пожарных было обнаружено, что в квартире на площади 18 квадратных метров горят личные вещи и мебель. Жертвы пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Цоны и спеццоны будут закрыты на праздничные дни, то есть 1, 7 и 9 мая. Отметим, что в субботу 4 мая центры будут работать до 18 часов, дежурные – до 20 часов. А 8 мая цоны и спеццоны будут открыты до 13 часов. С 10 мая фронт-офисы возвращаются к обычному графику. Планы на строительство в 2024 году в Западно-Казахстанской области и другие вопросы обсудим в программе «Айтар-Имбар» 30 апреля в 19.30 в прямом эфире на ТДК-42. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущим предоставлена магазином «Купер». Бутики мужской одежды «Купер» расположены в торгово-развлекательном комплексе «Сити-центр» на третьем этаже и в торгово-развлекательном центре «Азиамол» на первом этаже. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...